Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю рецепт очень вкусного томатно-лукового соуса, который можно приготовить на зиму. Делается он очень быстро, буквально из нескольких составляющих и без уксуса, а получается очень вкусным, ароматным и густым. Отличное дополнение к любому блюду! А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Для блюда подойдут любые помидоры, но я обычно использую нестандартные, например, слишком крупные или, как сегодня, очень мелкие. Отрезала места крепления веточек и сложила в чашу комбайна. Измельчаю, чтобы остались небольшие кусочки. Для этих же целей можно использовать мясорубку с крупной решеткой. Переливаю томат в кастрюлю, отправляю на огонь и после закипания на умеренном огне. Варю, помешивая, минут 25. Тем временем режу репчатый лук тонкими четверть кольцами. При желании можно порезать и полукольцами. Обжариваю его на растительном масле до золотистого цвета. Я люблю хорошенько поджаренный. Прошло отведенное время, томат уварился и добавляю в него обжаренный лук. Сюда же отправляю соль, сахар. Уточню, что нужно все попробовать и корректировать количество под свой вкус, так как все зависит от помидоров, которые вы взяли. Кладу черный молотый перец и сладкую молотую паприку. Ее добавлять не обязательно, если нет, то не кладите. И тертую на мелкой терке головку чеснока. Это примерно столовая ложка с горкой. Все хорошенько размешиваю и варю еще минут 10-15. Далее разливаю по подготовленным баночкам. Я обычно банки мою хорошенько с содой, а затем стерилизую в микроволновке. Ставлю их туда минуты на три при полной мощности. Плотно закручиваю прокипяченными крышками, затем укутаю и оставлю на сутки. После этого можно убирать на хранение. А храню я его при комнатной температуре. Из исходного количества продуктов получается чуть больше литра соуса. Посмотрите, какой он густой и аппетитный. Отличное дополнение к мясу, к рыбе, к макаронным изделиям, к блюдам из картофеля, да и просто положить на хлебушек и с чаем. Очень вкусно! Обязательно приготовьте и попробуйте! Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и напишите комментарий. Смотрите на канале и другие рецепты заготовок на зиму и подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!